приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео поговорим о том что ни в коем случае нельзя делать в своем доме какие действия разрушат энергетику вашего дома и приведут к всевозможным нехорошим ситуациям это будет касаться и денег и вашего здоровья благополучия семьи и так далее не махайте на это руками обязательно просмотрите и начните это использовать в своей жизни друзья ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите слово возможности чтобы видеть в каждом вызове возможность для своего роста и процветания даже всех хотим поблагодарить за донаты которые друзья вы нам отправляете нам очень очень приятно знаете мне кажется что нет ни одного человека который бы не сложен не слышал выражение мой дом моя обитель моя крепость и отрада каждый человек имеет свое определенное место где он может провести свое личное время вне дел и работы где он отдыхает набирается сил может остаться один на один со своими мыслями или же наоборот побыть в кругу шумной компании из близких друзей или родственников это место называется домом не у каждой из людей проводят самое лучшее время своей жизни когда говорят я под защитой своего дома и как это моя крепость то подразумевается что это место имеет особое значение и особую энергетику так как это не только место проживания а имеется ввиду и духовная значимость личный храм в котором сосредоточены частицы души каждого человека его семьи если создаются трудные жизненные ситуации то у каждой из нас спешит интуитивно домой чтобы под его защитой найти ответы на трудные вопросы считается что дом обладает особой энергетикой которая оказывает на живущих в нем самое благоприятное влияние если энергетика в доме положительное то это благоприятно сказывается на материальными и финансовым благополучии на карьере в личных отношениях между живущими в нем поэтому очень важным является то чтобы дом был наполнен светлыми энергиями и позитивом достаточно оказать на энергетику дома определенное влияние и это час каждый из живущих в нем ощутит это негативное воздействие если по приходу домой у вас начинаются головные боли вы плохо спите вас мучают кошмары повышенная нервозность а утром став с постели вы чувствуете усталость вскоре она вообще перерастет в хроническую не было особых проблем в отношениях и вдруг начали возникать ссоры а выяснение отношений стали обычным делом накапливается недовольство и прочее то стоит обратить тача жена это особое внимание так как это явный признак того что энергетика дома стало плохо на вас влиять чтобы этого не дах не доходило чтобы не лишаться защищенности и покоя необходимо беречь энергетику своего дома соблюдая определенные правила которые позволят избежать различного рода проблем и неприятностей нам от наших предков достались знания в виде народных примет которые прошли проверку временем и многим помогли избежать нежелательных ситуаций в жизни абсолютно в каждом доме есть зеркало возможно и не одно а несколько зеркало это сакральный предмет с которым нужно быть осторожными ведь он связывает между собой два мира наш мир с вами и потусторонний она обладает способностью воплотить в жизни все то что было в какой-то момент перед ним проделано сказано помимо этого может наполнить ваш дом темными сущностями вызвав их поэтому этот предмет требует к себе пристального внимания зеркальную поверхность обязательно нужно содержать чистоте часто протирая ее от пыли и пятен чистота зеркала это залог того что меньше негативной энергии притянет зеркало к себе не стоит смотреться в зеркало и после захода солнца так утверждает одна из старинных примет так как потусторонние силы могут подпитываться вашей жизненной энергией а если кто-то желает вам зла наводит порчу то вы таким действием поможете ему это сделать притянув этот разрушительный негатив к себе но особо опасным считается время от полночи до четырех часов утра даже если вы куда-то спешите никогда не ешьте перед зеркалом это может оказать негативное воздействие на вашу внешность ум здоровья есть нужно в определенном и специально отведенным для этого месте не спешая чтобы вас никто и ничто не отвлекало не стоит ничего делать перед зеркалом быстро например краситься в попыхах так как таким действием вы нарушаете свой энергетический баланс и ненужной энергии не будут поступать вашу жизнь тем самым разрушая этим ваше биополе бывает что зеркало дает трещину без особых на то причин либо падает и бьется когда с ним происходит такое то высвобождается весь негатив который она в себя впитала на протяжении длительного периода времени и уже не смогло удерживать так как его стало очень много очистки не проводились если вдруг посмотреть в такое зеркало то можно весь этот негатив собрать на себя что повлечет за собой разрушение уже вашего биополя от такого зеркала нужно избавиться как можно скорее соблюдая все требуемые правила во первых не берите осколки голыми руками для этого у нас с вами есть резиновые перчатки во вторых нужно приготовить кусок темной ткани стараясь не смотреться в эти осколки крупные соберите левой рукой а мелкие сметите веником или используйте для этого лист бумаги все это все что собрали заверните в ткань со словами негатив в доме даже на минуту не оставляю навредить энергетики своего дома не позволяя все плохое что зеркало забрала ты с собой забери место для светлых энергии освободим проделав это вынесите его из дома куда занести и выбросить вам подскажет уже ваша интуиция лист бумаги сожгите вместе с перчатками если использовали веник промойте его под проточной водой в этот момент представляете как как это в этот момент вместе с водой уход и весь негатив невзгоды проблемы беды и так далее то место где лежало разбитое зеркало вымойте соляным раствором проговаривая при этом такие слова соль остатки негатива уберет дом от плохого убережет когда все это проделать умойтесь холодной проточной водой 7 раз и на каждый раз проговаривайте такие слова то что зеркало разбилось это событие на моей жизни не отразилось под влияние негатива я не попала сущности душу не отдала вода все плохое с собой забрала категорически нельзя заводить перед зеркалом разговоры о болезнях недомогания грустить или плакать нельзя никого и проклинать нарекайте на свою внешность произносить любые слова с частичкой не например я некрасивая не богатая несчастлива и так далее так как все это вернется вашу жизнь но уже многократном размере поэтому напрашивается вывод а стоит ли рисковать и проверять на себе действия того что уже проверено годами и не одним поколением людей не стоит читать перед зеркалом так как есть возможность того что вы отдадите свою жизненно важную энергию в потусторонний мир вы будете чувствовать вялость упадет трудоспособность появится апатия можно лишиться здравого ума и мудрости сейчас стало очень модным фотографировать свое отображение в зеркале когда вы это делаете то знаете что вы создаете коридор в другой мир что очень быстро негативно повлияет на ваше биополе скажется на вашем здоровье а также можно таким образом впустить через этот коридор темные сущности в свою жизнь которые переплетясь с вашей энергетикой разрушат вашу жизнь полностью не стоит смотреться в зеркало с другим человеком так как можно перетянуть на себя негатив который данный человек излучает когда вы нездоровые снижается и сила жизненной энергетики поэтому не стоит в это время смотреться в зеркало чтобы не ухудшить еще больше свое самочувствие не стоит разрешать смотреться в зеркало и маленьким деткам так как их биополе еще недостаточно сильная и на них могут оказать влияние темные сущности подавить их спокойствие волю из-за чего ребенок станет неуправляемым капризным и будут совершать неприятные поступки не стоит оставлять перед зеркалом пустой кошелек а также проверять это сколько денег в нем осталось дабы не лишиться денежной энергии чтобы деньги всегда у вас сводились наоборот прикрепите скотчем купюру к зеркалу предварительно нарисовав на ней правом уголке знак бесконечности скажите такие слова без денежной энергии никогда не останусь я знак бесконечности мне в этом помогает беспрерывное русло денежную энергию запускает мой кошелек деньгами наполняет обеденный стол вы знаете это особое место в доме на нем за ним вы едите общаетесь со всеми членами семьи принимаете гостей строите планы на завтрашний день и на будущее стол за которым есть семья должен быть покрыт скатертью она должна быть чистой выглаженной без дыр из всяких штопок ткань обязательно натуральная хлопок лен шелк так как другая будет мешать поступлению энергию ваш дом и тому чтобы стол их приумножал на столе для улучшения денежного потока нужно держать вазу с фруктами с конфетами вазочку с медом для того чтобы сохранить семье мир избежать ссоры разногласия никогда не протирайте стол старой рваной или с пятнами тряпкой или что еще хуже бумагой что еще хуже предыдущего и или голой рукой так как это послужит того что в дом притянется ко всему этому и безденежья а с ними различного рода проблемы связанные с материальным благополучием не ставьте на стол пустую посуду это к бедности не стоит за столом ругаться стучать по нему кулаком или ложкой можно накликать такими действиями неприятности от которыми с трудом вы потом сможете избавиться старину считалось что еда это милость свыше и относились к столу с большим уважением так как на нем располагалась еда когда на столе еда сколько ее можно тогда и можно судить и о достатке вы будете размещать на столе пустые тарелки вазочки этим вы уже притягиваете свой дом пустоту и безденежья не стоит сидеть на столе это проявление неуважения к высшим силам не разбивайте об угол стола и вареные яйца это действие принесет вред вашему здоровью считается что таким образом человек разбивает так свою жизнь счастье и свою судьбу по особому нужно относиться и к посуде в которой вы готовите еду из которой вы едите так как считается что кухонная посуда имеет очень тесную энергетическую связь с теми чем доме она находится может притянуть светлых может притянуть светлые положительные энергии но если с ней неправильно обращаться она притянет в дом и наполнит его негативными энергиями что повлечет за собой много неприятных изменений конечно же нежелательных для хозяев данного дома это может быть как потеря денежной энергии охлаждение взаимоотношений вплоть до разрыва отношений депрессия нервные расстройства спровоцирование и разных проблем и бед если пришедший к вам гости люди пытаются оказать вам помощь в уборке и мытье посуды не разрешайте им это делать так как вы не знаете с каким настроением в душе и с какими проблемами на сердце человек будет пытаться вам помочь какие энергии в данный момент его окружают какие изменения может внести его энергетика в энергетику вашего дома так как оставленная им энергия в любом случае будут влиять на энергетику вашего дома вот только как покажет уже время а стоит ли рисковать или же проще все сделать самостоятельно знаю что все останется на своих местах и энергетика будет целой не стоит и вам чужом доме мыть посуду так как может произойти обмен энергиями можно оставить свои положительные а взамен собрать негативные которые присущи этому дому или же наоборот унести из этого дома положительные нанеся своим поступком вред дому где побывали в гостях оставив свои негативные на данный момент энергии это может быть зависть к доброжелательной обстановке к теплым семейным отношениям к безбедной жизни хозяев и прочее прочее за такие действия нужно будет отвечать перед вселенной возьмите за простую привычку сразу же после еды застолья мыть посуду не оставляйте ее грязную не только на столе вот так как вы сможете наполнить свою жизнь семейными неурядицами но и в раковине так как с помощью воды вы притянете в свою жизнь темные сущности с ними и проблемы поселившись в вашем доме подпитываясь негативными энергиями которые периодически способны попадать в дом и они станут неотъемлемой частью уже вашей жизни конечно такое соседство ничего хорошего вам не принесет грязная посуда способна навредить лишить вас светлых энергии удачи и благополучия без этих энергии не очень-то весело и живется так как приходится преодолевать постоянно определенные трудности вести экономный образ жизни из-за чего жизнь становится скучной и однообразной не пейте из чашек из которых уже кто-то пил так как даже один сделанный глоток может нести вашу жизнь непредвиденные изменения наполнив ее крупными неприятностями которые подберете от того кто пил не пользуйтесь не храните в доме посуду с трещинами со сколами такая посуда на энергетическом уровне никогда не принесет вам пользы трещины на посуде это трещины во взаимоотношениях живущих в данном доме это ссоры и раздоры битая посуда в доме это к бедности так как считается что через нее будут уходить благополучие и успех на подсознательном уровне владелец битой посуды будет ощущать тревогу которая будет только усиливаться и оказывать влияние на нервную систему и здоровье в целом недаром к нам пришла мудрость из народа которая звучит так что разбитую чашку невозможно склеить и вы должны понимать что чему-то хорошему пришел конец что ничего в жизни нельзя вернуть назад для того чтобы в доме было чтобы в доме свободно и витали светлые энергии благополучие счастья удача любовь сопутствовали всем кто в этом доме живет чтобы в нем было комфортно и уютно находиться ощущалась поддержка в трудную минуту взаимопонимание дружба наполняли взаимные отношения нужно следить за чистотой дома не только на физическом уровне но и на энергетическом в доме должны быть обереги талисманы которые будут помогать удерживать энергетику дома на должном энергетическом уровне своевременно проводится энергетическая чистка дома с использованием сильных трав ароматических масел огня свечи пыль грязь разбросанные старые давно сломанные вещи которыми вы конечно не пользуетесь и вряд ли когда-то уже будете пользоваться переполненные шкафы одежды которая вышла из моду которую нельзя надеть потому что изменились ваши параметры полочки с пустыми банками бутылочками которые когда-то может будут использованы старая косметика крема все это препятствие это блоки на пути к чему-то новому желаемому положительному ничего хорошего никогда не придет вашу жизнь если вы от всего этого не избавитесь не прочистите дорогу к тому о чем вы так мечтаете поэтому убирая по возможности откройте окна пустите свежий воздух а с ним и нужные энергии включите музыку выбрать выбрав текст с положительными словами подготовьте ведерко с отваром из лаванды не забывайте на протяжении уборки воду с его добавлением как можно части чаще менять на чистую посыпьте ковры солью она вберет себя негатив принесенный за ногами затем и хорошо пропылесосьте обратите особое внимание на труднодоступные места где часто скапливается негатив протрите все полочки вещи разложите по своим местам убирая проговаривайте такие слова я в своем доме убираю свою жизнь богатство счастья привлекаю затем у курите свой дом дымом полыни или лаврового листа запах чистоты и свежести должен наполнять ваш дом старайтесь не допускаться до генеральной уборки убирайте каждое место по очереди так вам будет легче содержать дом чистоте и во время уборки вы не будете излучать негативные энергии усталость и нежелание это делать поэтому друзья используйте пожалуйста эту информацию себе во благо прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео комментарий напишите слово возможности и чтобы видеть в каждом вызове возможность для своего роста и развития но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья услышимся в следующем видео